Выражение в C++ принято делить на два класса. Это выражение типа L-value и выражение типа R-value. L-value — это выражение, которое соответствует некоторой переменной или элементу массива. И такие выражения можно использовать слева от оператора равенства. Отсюда и происходит название этого класса выражений. L-value соответствует left-value, то есть значения, которые могут быть использованы слева от оператора равенства. R-value, в свою очередь, соответствуют каким-то временным значениям, которые не могут быть использованы слева от оператора равенства. Какой-нибудь простой пример таких выражений — это, например, если возьмем два числа — 10 плюс 20, и попытаемся присвоить какое-то значение. 10 плюс 20 равно 7. Это некорректный код, потому что выражение слева от оператора равенства не соответствует никакой переменной или элементу массива, или какой-то области памяти. Это просто некоторое временное значение. Соответственно, указатели и ссылки могут ссылаться только на значения типа L-value. То есть те значения, которые соответствуют реальным переменным или элементам массива, а значит, имеют адрес. Есть конкретное место памяти, в котором это значение лежит. Давайте рассмотрим примеры таких выражений. Пусть у нас есть две словочисленные переменные Aiba и массив с 10 элементов. Посмотрим, на какие выражения можно создать ссылки. Первый пример — это ссылка на переменную. Сама по себе переменная является L-value, то есть имя переменной можно использовать слева от оператора равенства, это бы означало присваивание нового значения этой переменной. Поэтому в первой строчке все хорошо. Во второй строчке, в втором примере, мы пытаемся дать ссылку на значения, которые соответствуют сумме двух переменных. Сумма двух переменных — это временное значение. То есть нет никакой конкретной переменной, в которой бы содержалась сумма этих переменных. Поэтому во втором примере происходит ошибка. Мы пытаемся дать ссылку на временное значение, которое является R-value и не является R-value. В третьем примере мы пытаемся дать ссылку на некоторое выражение, которое в свою очередь является ссылкой на некоторый элемент массива. Если переписать то, что здесь написано в скобках, при помощи оператора квадратной скобки, то это было бы эквивалентно элементу массива с номером A пополам. Данное выражение соответствует некоторому элементу массива. То есть здесь тоже мы видим, что он соответствует элементу массива. Мы просто берем указатель, прибавляем к нему целое число, и дальше разменовываем этот указатель, и этот указатель оказывается где-то внутри массива M. В данном случае A у нас равняется 10, то можно посмотреть, что данная ссылка будет указывать на элемент массива с номером 5. Так как у нас нумерация с нуля начинается, то это шестой элемент, это пятерки соответствуют. Так как данное выражение, несмотря на то, что оно похоже на некоторое арифметическое выражение, тем не менее оно соответствует конкретному элементу массива, то на это выражение можно взять ссылку. Следующий пример — это то же самое выражение, что использовалось в предыдущем примере, но плюс один. Мы к значению элемента, к этой пятерке, прибавляем единицу. И значение из L-value превращается в R-value сразу же. Почему? Потому что мы пытаемся ссылаться на некоторое временное значение, полученное из значения элемента и константы. В данном случае мы из L-value переходим в R-value. И поэтому данное выражение, попытка взятия ссылки на временное значение, дает ошибку. Ну и последний пример — это использование условного выражения, использование тернарного оператора. Давайте посмотрим, какое значение будет у данного выражения. Тернарный оператор, я напомню, состоит из трех частей. Это условия и две альтернативы. Первая возвращается в том случае, если условие было истинно. Вторая альтернатива возвращается в том случае, если условие было ложным. В данном случае в обоих вариантах, когда условие истинно и когда условие ложным, будет возвращена одна из переменных. Это будет либо переменная A, либо переменная B. Оба этих выражения являются L-value. Поэтому результирующее выражение также является L-value. И ссылка L-5 будет указывать либо на переменную A, либо на переменную B, в зависимости от того, какова будет сумма A плюс B. В данном случае мы видим, что сумма A плюс B равняется 30, поэтому переменная L-5 будет указывать на переменную A. Что важно отметить, что здесь справа от унициализации ссылки стоит некоторое выражение. Но так как значение этого выражения является ссылкой на некоторую переменную, то это L-value, и мы можем взять ссылку на это выражение. Несмотря на то, что выражение выглядит достаточно сложно.